Ом Ти Ви Юэй, про Головне. Сакральное миролюбие, которое не исключает войны. Мы просто воюем для того, чтобы был мир. Прочитаем, что нам завещались Достоевские, что нам говорил Ильин там. Вы знаете, что совсем не случайно, как они восхищенно цитируют философа Ильина и современного, ныне живущего философа Дугина. Я тоже процитирую его Дугин. Французский фашистский писатель Бразияк перед смертью произнес «Я вижу, как на Востоке в России восходит фашизм. Фашизм безграничный и красный». Заметьте, добавляет Дугин, «не бляклый коричнево-розоватый национал-капитализм, а ослепительная заря нашей новой русской революции. Фашизм безграничный, как и наши земли, и красный, как наша кровь». Это пишет современный главный идеолог Кремля. Главное лицо на прошлом Петербургском экономическом форуме, где он презентовал деревни, построенные как дирижабли. Человек, который читает лекции генштабу, силовикам, чью кафедру имени, конечно же, Ильина, чью школу открыли в самом большом гуманитарном университете России, в РГГУ. А вот Ильин, цитирую Ильина, фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национал-патриотического чувства, без которого ни один народ не может не утвердить своего существования, не создать свою культуру. Еще раз. «Фашизм был прав», пишет Ильин, чью школу под руководством Дугина открыли в крупнейшем гуманитарном университете России. «Так что, они у нас, правда, строят фашизм? Может, они просто фашисты? Потому что в фашизме государство «юбер-алис» прежде всего. Вот, может быть, откуда произрастает их жестокость». «Но уже все, уже посыпалась вся эта история, штукатурка давно слезла». Путин и фашизм. Андрей Мальгин о государственной идеологии. Четыре месяца назад, выступая на Питерском экономическом форуме, Путин резко осадил модератора дискуссии Сергея Караганова, призвавшего ввести жесткую государственную идеологию для всех тех, кто хочет и готов служить государству и обществу. По словам Путина, это противоречило бы Конституции, где сказано, что господствующей идеологии в России быть не может. Так и сказал. «В Советском Союзе была господствующая идеология, и ничем хорошим это не кончилось». «А то мы так боимся советского наследия, что, не дай бог, эту конфискацию проходили через непонятно сколько, гражданство это оттуда, а завтра вы еще идеологию вернете? Вернем! Вернем! Потому что без идеологии не бывает империи». И да, даже среди жестких критиков режима популярна точка зрения. Государственную идеологию Путин создать не удосужился. Мол, путинская идеология – это смешанное множество разрозненных консервативных идей, не складывающиеся в единую картину. Например, ортодоксальное православие никак не стыкуется с советским реваншизмом. Если уж вы плачете по погибшему СССР, почему вы забываете, что это было жестко атеистическое государство? Батюшка, вы или крест снимите, или трусы наденьте. К тому же мы видим причудливое сочетание оторванных от реальности геополитических фантазий с приземленным клептократическим устройством вертикали власти. Где еще такое было? Но не будем обманываться. Идеология Путина – это на самом деле беспримесный фашизм в его классическом понимании. К тому, что сейчас установилось в России, ты употребляешь слово «фашизм». Ну, конечно. Для тех, кто встревожится, а может быть не поймет, и агрессивно не поймет, что ты имеешь в виду. Объясни, пожалуйста. Фашизм – это… Умеров и Ермак привезут в Вашингтон тот самый секретный перечень. Политический строй с центризованной автократией, которая стремится контролировать жизнь человека во всех ее проявлениях, отрицает человеческие права, и при этом это милитаристская идеология. То есть, как бы, нация всегда мобилизована. То есть, мы всегда либо в состоянии войны, либо готовимся к следующей войне. Но на самом деле то, что сейчас происходит в России, это, ну, типа вот определение фашизма из Википедии. Есть какие-то более глубокие работы, более глубокие исследования. Я знаю, что западные исследователи сейчас спорят, стоит ли в связи с тем режимом, который в России, дополнить определение фашизма, потому что, конечно, фашизм эволюционирует, как любой политический строй. Но, конечно, это фашизм. В своем знаменитом эссе «Вечный фашизм» Умберто Эко выделил 14 основных признаков фашизма, оговорившись, что если в каком-то обществе присутствует хотя бы один признак, следует насторожиться. А если уж половина из этих 14, то оно может считаться фашистским. Станции-то везде целые, а фашисты бомбили все внедорожные узлы. Поэтому, я думаю, наш генеральный штаб тоже соответствующие выводы делал, уточнил каталог объектов огневого поражения и так нагло они больше кататься на своих поездах не будут. Если мы применим критерии, выделенные Умберто Эко к современной российской действительности, мы обнаружим там присутствие 13 из 14 признаков фашизма. Из перечня выпадет лишь опора на средний класс. Путин презирает средний класс и опасается его возможной общественной активности. Как будто бы брошюрка Эко лежит у нашего нацлидера на прикроватной тумбочке. Сегрета нет. Первой характеристикой фашизма Умберто Эко назвал культ традиции. При этом противоречия между разными традиционалистскими идеями, почерпнутыми в прошлом, при фашизме замалчиваются. Истина уже провозглашена раз и навсегда. Остается только истолковывать ее темные словеса. И случайно домострой восстанавливается. Все, что связано с отношениями в семье, противостоянием домашнему насилию, с консервативными так называемыми ценностями. Это дупетровская эпоха. На самом деле они сознательно погружают Россию в эту вот средневековую концепцию традиционалистского общества, которая им кажется очень удобной. Из первого признака вытекает второй – неприятие модернизма. Мы ярко видим это на примере отношения власти к современному искусству. То, что непонятно, немедленно запрещается. С большим подозрением относится режим и к новым технологиям, часто видя в них намерение врага организовать в обществе подрывную работу. Далее Умберто Эко выделяет культ действия ради действия. Действование прекрасно само по себе и поэтому осуществляемо вне и без рефлексии. Думание – немужественное дело. Подозрительность к интеллектуальному миру, ненужным сомнениям, отвлекающим от главного. Официальные фашистские мыслители в основном занимались тем, что обвиняли современную им культуру и либеральную интеллигенцию, замечает Эко. Фашизм не выносит критики. В нормальном научном сообществе несогласие – это основа развития науки. Фашизм считает несогласие предательством. Это четвертый признак, из которого вытекает пятый. В несогласии фашист видит инородность. Боязнь инородного приводит к поискам чужаков. А тут уж полшага до расизма. Я очень высокое мнение в украинцах, потому что я не вижу, чтобы они восставали, что это такое делали. У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к русским, потому что я не вижу никаких восстаний, никакого возмущения. Я буду наставить на том, что эти люди, к сожалению, люди второго сорта. Идем дальше. Национализм предполагает, что единственное, что может сплотить нацию – это враги. Поэтому фашистская идея неизбежно приводит к одержимости идеи заговора по возможности международного. Граждане страны должны ощущать себя осажденными. Однако годится и заговор внутренний. Врагов ведь можно поискать и внутри осажденной крепости. Что вы делаете? Убираем! Кого? Враги! Граждане фашистского государства, пишет Умберто Эка, должны чувствовать себя оскорбленными из-за того, что враги выставляют на показ богатство, бравируют силой. Это с одной стороны. В то же время они убеждены, что сумеют одолеть любого врага. Так, благодаря колебанию риторических струн, враги рисуются в одно и то же время, как и чересчур сильные, и чересчур слабые. По этой причине фашизмы обречены всегда проигрывать воины. Они не в состоянии объективно оценивать боеспособность противника. Россия главней, сильней, умней, мудрей. Идеологи фашизма призывают не бороться за жизнь, а жить ради борьбы. Жизнь есть вечная борьба. Поэтому война – это нормально. А пацифисты обвиняются в симпатии к врагам и отправляются в тюрьмы. Перманентная война закончится только тогда, когда фашистский режим получит полный контроль над миром. Это был девятый признак. Он может населению Российской Федерации сказать, смотрите, все вас ненавидят. Весь мир против вас. Я, может, вам и не нравлюсь. Но куда вам деваться-то? Объединяйтесь вокруг меня. Далее Умберто Эко описывает то, что называет популистским элитаризмом. Рядовые граждане составляют собой наилучший народ на свете. Из наилучших граждан составляется партия чиновников, а над всеми ними – наилучший из лучших вождь. Вы лидер везде и всегда. Вы гений! Вождь знает, что получил власть не через делегирование, а захватил силой, понимает также, что сила его основывается на слабости массы. И эта масса слаба настолько, чтобы нуждаться в погонщике и заслуживать его. В иерархическом обществе фашист на любом уровне презирает любого, кого считает нежестоящим. Букашка – это раздавить его не жалко. Фашизму свойственны еще два культа, тесно связанных между собой. Культ героев и культ смерти. Про героев сложены бесконечные исторические мифы. Ряды героев беспрерывно пополняются современниками. Смерть героя – предмет восхищения и зависти. Лучше умереть героем, чем прожить никчемную жизнь. Стремление стать героем прививается с первых лет жизни. Умирать неслабно. Зачем бояться того, что они избили? Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся. Но мы же в рай упадем. Далее. Чтобы облегчить внедрение культа силы, фашизм переносит его на половую сферу. На этом вырастает культ мужественности, пренебрежение к женщине, преследование любых неконформистских сексуальных привычек, прежде всего гомосексуальности. Только задумайтесь. В форме гендерного экстремизма и гейнационализма. И в этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне. Пункт 13. В отличие от демократии, фашизм не предполагает каких-либо прав личности. Народ предстает как качество, как монолитное единство, выражающее совокупную волю. Поскольку никакое количество человеческих существ на самом деле не может иметь совокупную волю, вождь претендует на то, чтобы представительствовать от всех. Кому верить? Отчетам Министерства обороны или бойцам с передовой? Верить никому нельзя. Только мне можно. Утратив право делегировать, рядовые граждане не действуют. Они только призываются, часть за целое, парс про тото, играть роль народа. Народ таким образом бытует как феномен, исключительно театральный. В наши дни это сделать даже проще, чем во времена Гитлера или Муссолини, отмечает Умберто Эко. Благодаря развитию телевидения и интернета, которые способны представить эмоциональную реакцию отобранной группы граждан как суждение народа. Последний, 14-й признак фашизма довольно неожиданен. Это специфический новояз. Понятие новояза ввел, как известно, Джордж Оруэлл в своей антиутопии 1984. Не пожар, а возгорание. Уже как-то, так сказать, полегче. Это лексика, которую настойчиво внедряет тоталитарный режим. Причем слова в этом языке теряют свой изначальный смысл и означают нечто противоположное. Например, война – это мир. Оруэлл в отдельной статье объяснял, что так называемый политический язык создан, чтобы заставить ложь выглядеть правдоподобно и вынуждает нас, позабыв обо всех приличиях, признать непоколебимой истиной то, что является чистейшим вздором. Вместо сокращения экономики – отрицательный рост. Вместо увольнения людей – высвобождение рабочей силы. Жесткая посадка. То есть не авиационная катастрофа. Какая посадка? Самолет упал. Там все погибли. Все говорят – жесткая посадка. Потому что слово «посадка» – мягкое слово. Оно смягчает напряжение в подаче этого контента. Умберто Эко замечает, и нацистские, и фашистские учебники отличались бедной лексикой и примитивным синтаксисом, желая максимально ограничить для школьника набор инструментов сложного критического мышления. Но мы должны уметь вычленять и другие формы новояза, даже когда они имеют невинный вид популярного телевизионного ток-шоу. А не является ли исконно русской землей Венгрия, Австрия, Германия, Финляндия, Швеция? Надо ледовое побоище. Если мы шведов под Полтавой били, точно Полтавность, Украина, Полтавская Украина наша. Все, что упоминалось у поэтов, давайте поднимем, Лермонтов был проездом, Усенин был проездом в Нью-Йорке. Ага, пустил корни там. Это и русский город. А мы добавим, что вся путинская пропаганда это сплошной новояз, начиная с бандеровцев и англосаксов и заканчивая хлопками, ситуацией, событиями и священной для каждого сердца аббревиатурой СВО. В терминологии российских пропагандистов нет понятия война. Боевые столкновения в Чечне называли операцией по восстановлению конституционного порядка, войну с Грузией, принуждением к миру, а полномасштабное военное вторжение в Украину специальной военной операцией. Попытки вернуть слова к их первоначальным значениям жестко пресекаются, вплоть до возбуждения уголовных дел по статье о фейках. Все мы помним случаи, когда человек отправлялся в тюрьму только за то, что назвал войну войной. Так что давайте обойдемся без экивоков. В России фашизм. Все самое хорошее у нас нельзя. Ну как, естественно, у нас можно только убивать людей по команде. Мы живем в фашистской... Глава офиса Зеленского, Ермак и министр обороны Умеров. Вред. Уже на этой неделе заявлено официально встретиться с представителями администрации США в попытке убедить Белый дом снять ограничения на удары американским оружием вглубь нашей страны. Умеров и Ермак привезут в Вашингтон тот самый секретный перечень приоритетных целей на территории России без ударов, по которым Киеву будет сложно изменить ход войны. Редактор субтитров А.Семкин